Очень важно знать, что в обед пища должна быть маслянистой. То есть в буквальном смысле слова в ней должно быть много масла пищи, потому что пища переваривается только с маслом. Утром не надо маслянистой пищи и вечером не надо, чтобы масло было, потому что это перегрузит печень. Вечером пища без масла переварится, утром без масла, потому что масло нужно для огня пищеварения. Огонь разгорается только на солнце. Поэтому масло есть хорошо, полезно. Масло это полезная пища, но только в обед. Вы помнили? Если вы в обед масло не едите нормально, у вас будет слабое пищеварение и будет организм больным. Самое лучшее масло на земле это топленое сливочное масло. Вот на нем лучше всего все готовить. Вот на этом топленом сливочном масле берете сливочное масло, растапливаете просто в этом сковороду, в этом кастрюле, на медленном-медленном огне. Оно постепенно тает, как любовь. Все меньше и меньше становится. Масло и превращается в жидкость все такую. Эта жидкость, она такая с лопьями сначала, она такая беловатого цвета. И постепенно она там тихонечко булькает, булькает и превращается. Внизу появляется осадок такой белый, а сверх прозрачная янтарная жидкость, как янтарь такой цвет, янтарного цвета. Вот эту янтарную жидкость надо слить, а то, что прозрачная, с беленьким, можно добавить в картошку там и так далее. Ну, то есть можно на этом готовить тоже, использовать это прямо сейчас. Охранить надо уже без белого осадка масла, оно тогда не портится. И можно даже без холодильника его хранить. Несколько месяцев. Если вы все-таки решили не на этом топленом сливочном, который является самым лучшим маслом для булькодавления на земле, даже для тех, у кого больная печень, там все что угодно. Вот. То на втором месте стоит кукурузное масло и соевое масло. Вот на подсолнечном не готовьте, будет гастрит, потому что оно чрезмерно сжигает огонь пищеварения. Тем более на оливковом. Вот. И так далее. Да? Оливковое масло натощак утром. Это называется очищение организма. Если человек просто масло пьет, когда угодно, особенно утром, еще с лимоном, то у него очень сильно сокращается печень в этот момент. Это сокращение выводит наружу желчь. Это называется желчегонное действие. И, то есть, для того, чтобы выгнать желчь из печени пару раз, можно так делать, но для здоровья это не полезно. Это можно один раз сделать для, там, если у тебя песок копится в желчном пузыре, тебе надо желчь согнать из организма лишнюю. Ты пожелтел там весь такой, желтый стал, несчастный. Ну, согнал желчь, порозовел, как бы, убрал лишнюю желчь из организма. Это лечение уже, это не питание. То же самое кефир на ночь пить. Это нездоровая вещь. Когда человек на ночь кефир ест, у него слабительный эффект наступает, и у него очищение организма происходит. Кокосовое масло, оно такое, слабо питательное, им мазаться надо. Я вам об этом сейчас расскажу. Есть три типа масел. Вообще следует каждому человеку знать, что очень полезно по утрам обтираться маслом. А сейчас я вам расскажу, как надо обтираться маслом. Есть три только типа масел, которые никогда не перегревают человека. Это кокосовое масло, кунжутное, светлого кунжута, и топленое сливочное масло. И каждому человеку по своей жизни подходит только одно из этих трех. Можно просто попробовать. Если вы намазались каким-то и вам плохо, значит, намажьтесь вторым. Одно из этих трех вам подойдет. Как надо мазаться? Моетесь под душем с утра. Каждый человек с утра должен обязательно мыть все тело под душем. Если он этого не делает, значит, он таким образом всю энергию сна, энергию духов, которые ночью на него действуют, переносит на весь день. То есть человек должен смывать себя эту энергию сна обязательно душем. То есть нужно мыться по утрам. Можно использовать средства. То есть вы помылись там с мылом, еще с чем-то помылись, допустим. И когда вы уже чистая, женщин не обязательно волосы мочить каждое утро. Можно в шапочке мыться. Все равно все смывается. Когда вы уже чистая, вот в этот момент вы можете взять несколько капель масла, капельки именно, на мокрое тело. Просто капаете в разные места и размазываете. Получается очень тонкий слой масла на теле. Его даже практически не видно, только ощущается запах. И потом еще чуть-чуть его смыли. Можно на волосы так же намазать. Не маслянистыми становятся волосы. Потом вы все смываете душем, но без всяких там этих. Просто душем полили и дальше вытерли из полотенца. У вас кожа пахнет маслом, но масла на коже не видно. Ничего не мажется, но пахнет. И вот такое количество масла, оно обладает огромными лечебными свойствами. Если человек мажется таким маслом, то кожа в идеальном состоянии находится. Не нужно никакими косметическими средствами пользоваться женщиной, если у вас есть вот это утреннее масло на теле. Волосы в идеальном состоянии. То есть они меньше выпадают. Пищеварение улучшается очень сильно. Огонь пищеварения разгорается. Иммунитет возрастает. Обмен веществ возрастает в организме. И увеличится продолжительность жизни, если человек так делает каждый день. Но самое главное, не перебарщивайте. Не надо масла много на теле оставлять. Это может вас перегреть, и вам жарко жить станет. Если жарко жить стало, значит вы лишнего маслитесь. Или просто не то масло может быть, другое попробовать. Из этих трех. Другие масла больше никакие не использовать. Это все перегружает. Все остальные масла опасно. Мазаться постоянно. И лучше с совета врача это использовать. Но вот эти три масла, они для всех всегда подходят. Выберите себе из трех одно. Да? Это не ваше масло. Нет, вам подходит кокосовое масло точно. Просто вам надо мазать очень мало. Да, вы перегрелись. Не, потому что вы мазали много. Сколько капель на тело вы? Ну, да что вы тогда мне говорите? Вам надо делать так, как я говорю, понимаете? Вы тоже можете мне сказать, Олег Геннадьевич, я делаю все, как вы сказали, но что-то заболело. Если вас спросить, вы скажете, ну я просто ел в три раза больше. С утра, в обед и вечером. Ну, понятно, что как бы если в три раза больше, то заболеешь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!